Хочу обратиться к полицаям. Ни один преступный режим, режим геноцида собственного населения не держался долго. Ни один режим современной истории. Все режимы рано или поздно канули в лето. И режим геноцида русского населения, российского, я имею в виду всех россиян, нас, тоже не продержится долго. Невозможно жить долго в угнетении. Вы, полицаи, куда потом пойдете? Скажите мне, пожалуйста, я верю в справедливость. Я верю в то, что рано или поздно справедливость восторжествует. Что плохого делают граждане, которые мирно выражают свое мнение? Несогласие с преступлениями власти, несогласие с коррупцией, несогласие с воровством, несогласие с нищенскими пенсиями, несогласие с тем, что люди должны работать до гроба, не успевая даже заработанные деньги свои получать, от которых им и так дают гроши. Люди несогласны с нищетой, несогласны с уничтожением природы и страны. А вы, полицаи, вы их за это крутите, вы их за это унижаете, оскорбляете их достоинство и честь, нарушаете конституцию. Вы нарушаете божьи заповеди. Вы, преступники, полицаи, по моему субъективному мнению, вы, потому что вы совершаете преступления против личности, а не те люди, которые выходят отстаивать свои права и свободы. Вы, задумайтесь, что вы творите. Посмотрите интернет. Даже у меня в паблике есть уже видео, что с вами потом происходит, когда вы становитесь отработанным материалом. Что вы творите сегодня? Вы выйдете на пенсию рано, и вы станете отработкой, никому не нужной. Вы попадете в ряды нас, и вы узнаете, что такое, когда за тобой не стоит система. Вы все это узнаете рано или поздно. Так почему вы служите тем, кто угнетает ваш собственный народ? Вы ведь их из миски не едите. Вам достаются жалкие объедки, крошки. Даже врачи в Нигерии зарабатывают в несколько раз больше, чем вы. И вы за эти жалкие, крохи и гроши совершаете преступления против собственного народа. Как вам? Нормально спится? Нормально жрется вам? Вообще вам нормально?